привет мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске время у нас 2.39 я уже задолбался начинаем выпуск от одного хайка к другому мы как всегда в режиме малин и мы снова в седоне все через седона любую вон там хайкали там хайкали там хайкали там сзади хайкали во всех горах уже сколько я этот город почти наверно все улицы уже проездил по этому городу наизусть знаю боже мой откуда же вас высыпало столько на улице за последние минут 10 метра три проехал не больше дьявольская столовая называется trail куда мы едем жизнь какая-то у нас и кухня была дьявольская и дьявольский мост и реки вот теперь добрались до дьявольской столовой есть местечко будет там дорога по которой сзади он джип идет розовый думает куда ты прешь на пика хотя мне пофиг летать могу это вот эта парковка она нет места зашибись круто я вот дальше проеду там хотя бы развернуться можно да вот парковка но здесь я хотя бы смогу развернуться а вон место есть одно круто ура вот мужик на капоте развалился я сейчас так в пикап лягу ноги вытянул ну что через дьявольскую столовую столовую на chicken point посмотрим что это за место курицы по-прежнему все те же гремучие змеи скорпионы и возможно мишки черные так это дорога для дорожников но да сюда мой аут не залезет у нее эти тут бампер оставлю реально клиренс нужен сантиметров 40 50 не меньше трейл две с половиной мили 300 футов подъем то есть подъем не совсем 100 метров а в длину 2 с половиной мили четыре с половиной километра фига себе плато холодно очень очень ветрено ветер еще песок поднимает вот эту пыль в глаза летит все что я тут по кругу бегаю за тобой где мы вот мы вот да понял ну сразу сразу прямиком в ад подъем ну я немного перед передохнул да у меня ноги дальше сами идут я не должны ничего не делаю я остановлюсь если они вот так вот сами вот вот дальше они уже приспособлены за три дня и завтра то же самое я вчера когда лег одеялом укрылся они дальше идут сегодня проснулся они до сих пор идут а выжимой ох а прямо я думал сюда прям наверх все вижу вот она твин бьют ну хоть солнышко светит и ветра нет я думаю уже снять я вижу chicken point и вижу голову цыпленка он туда прямо смотри вон гребешок сверху видишь и клюв вон а мне вон я вон вижу цыпленка обалдеть отсюда вода стекает все полностью залито водой такой слайд ирия нам еще выше фига себе ой-ой-ой полпути прошли ну идем а последний звучит я маша сделал такую ошибку никогда нельзя говорить последний хайк последний дайв последний прыжок последний по катушке на сноуборде я сказал последний и для меня это на пять лет стало последним и пока был последним заключительный на сегодня нет нельзя никогда говорит последний надо говорить заключить на я сказал очередной потому что это не последний точно я действительно я как вспомнил я даже видео недавно пересматривал последние мои по катушке были в австрии я сказал вот они последние по катушке они реально стали последними человек лесен когда я не суеверный но северный заключительный перед ужином да вот так меня устроит мне искал очередной зная тебя мы не успеем до ужина дойти ты еще один найдешь и мы пойдем на следующий обещаешь хорошо не ну посмотри какая прелесть а я надеюсь chicken point на пофиг на chicken point вид просто уже отсюда огонь хоть кидать в меня камушки всякие ягодки листики и глаз открыл один лица стопы а чё так можно было он на машине заехал он дорога идет по которым мы походу назад и пойдем лесом будем валить лесом на хорошо ну чё пошли чуть-чуть осталось за птички до этой цыплёночка как он сюда на боге щас а я ну вон еще внедорожник сюда едет флажки так где и вот это называется chicken я ни одного чекина не вижу где они тут нашли чекина я вон там нашел это лучше chicken чем вот это вот где о так все 400 метров ровно и мы должны быть прям там на этом самым под крылышком да мариса рассказывала на одном из прошлых айков когда мы были фениксе нам прям прилично флэт айрон наверх ползли комментарий был написан чувак один я горит шел это было настолько тяжело я горит на пол пути почти chicken out но говорит мне встретились пару орлов на пути и взяли меня под свое крылышко говорит и я дальше с ними пошел мощно завернул да так что мы тоже дрейфить не будем и идем до конца сторону моросит байкеры я ее знаю я ее видел я я очень хорошо ее запомнил мы уже где-то на каком-то хайке просто у нее улыбка такая своеобразная не ну мужика я не помню я на мужиков не обращаю внимание а ее я запомнил не улыбка своеобразная кстати она мне одри напомнила еще тогда и вот да так что я уже здесь всех по несколько раз видел отвечаю по крайней мере я маркировку трейла вижу вот камушки стоят а вон и полоски нарисованы белый 100 метров буквально осталось фу я увидел людей они вот сюда наверх идут я марусь и говорю нам не туда она говорит мысли хочешь пошли я нет я передумал вот на чекен поинт варион они все люди стоят на где до цыпленка то где нашла что пошли искать друзья эти куда поперли смотри в горы они но похоже на цыпленка вот не знаю пошли пойдем я сейчас у гида спрошу гид по должен знать я скажу веришь чекен он скажет мы его вчера съели на день благодарения где гид иди сюда цеп 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 скажи мне где чекен он от меня уехал вот этот сам зачетный вид на закат очки нам вот так и не нашли реально понятия не имею где здесь чекен но видимо это какая-то замануха чекен пойду все идут цыпленка ищет нет никого ты видишь куда они пошли ты в костадами на дороге смотри как тот идет последний в белых носках это же 10 ты соскользнул то сейчас я вам на телефон сниму покажу смотрите что вообще вытворяет смотрите если трейл посмотри вон тот полез назад он пацан вон видишь белых носках он сказал ну вас нахрен да он просто сдрей фил мороз вот он вот он на чекен пойнт и я тоже не пошел эти вот-вот-вот посмотри как они полезны смотрел сейчас за стену держится рукой вот ё-моё он чё дурак маша это не он это две они две девочки я в шоке просто лететь еще вниз представляете сколько она еще орёт югу ура да ну вас нафиг психи вода вид реально на всю долину ну все посмотрели и и к машине не ну блин они реально а это две девочки я не знаю у них они стальные я вам отвечаю если нет они у них есть и они стальные я бы туда не полез какая дорожка я видел чувак там чуть не упал не нет 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 вот этот правильный тачан это еще правильнее чем рубикон полярис вот я же говорю вот это правильно название а то там какие-то непонятно что назывались полярис эта вещь вот такой вот баги ну чё назад назад мария круто у нас столик в офигенном итальянском ресторане в том городе где мы живем собственно грамма сейчас оттуда туда и направимся просто вокруг нас куча фастфудных кафешек всяких и только один ресторан итальянский и он написано очень хороший и заранее занимайте местечки короче маруся нам на 7 заказала ура все на 7 есть круто нет пиццы паста паста я понимаю что это не пиццерия а итальянский здесь кстати в америке вот я как привык германии в пиццерии есть пицца и есть паста то есть в любом итальянском ресторане есть пицца в америке пицца в пиццерии в итальянском ресторане не всегда есть пицца ну больше в большинстве случаев ресторан пиццу не сервирует я вообще в шоке конечно как масло это молодец как масло это фигеть и ничего не электрически у него своими окорочками подъема учить не перевернулся офигеть он просто вот по этим камням рубикончик заезжать подожди он сейчас куда поедет маш сюда идет смотри 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 братан подожди подожди да я не тебе ты не братан вот как давай братюня я за тебя вообще он тут вообще видите что вытворяет вот это сейчас он колесами скрипеть будет давай пробуксовочку да ладно да ладно вообще без пробуксовки не рубикон это сила конечно джип это джип он и в африке джип где-то здесь правее а мы вперед их пришли офигеть они здесь гонки по вертикали маруся правильно спускают вот дорога идет для великов но дальше не вижу гуд я посмотрю что они делают смотрю он сейчас вниз поедет прям с этой скалы офигеть они тут специально себя выбирает препятствие покруче и гоняют этот просто встал на парковке где трейл ты нашла вот белая линия вижу вот еще одна вон она где розовый джип машина санта-клаус машине сидит прикольно я же говорю вот белым прорисована пошли а я ух это кайф просто кайфилыч а здесь они специально камни подложили потому что без этого ну вообще никак назад смотри он чикина вот он здесь хочет что ли проехать я не верю маш смотри чем будет делать обалдеть ты чувак крутой просто я вижу мужик ты просто крут обалдеть мужик ты просто крут охренеть вообще видите что происходит всем боком да бери бери вот так я в шоке вот для чего стоит крутые точины покупать обалдеть 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 юху красавчик ты меня так не 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 надо меня так дразнить мы на пенсии гелик мне дайте на пенсии я вот таким же заниматься буду реально вот типа такого только мы конечно не вот по скалам гоняли а по болоту по грязи по бездорожью в армейке на геликах вот эта машина я понимаю да давай завтра гели купим я бы таки не камня не про канала я думал я тебя так ухаживал расхаживал и говорю давай гели купим а ты такая давай завтра купим я бы прям так really а ты такая nope и все и закончился бы весь мой этот как его зовут весь мой радость я экстаз хотел сказать потом подумал как бы выразиться по весь мой радость да братан летает тут по ночам прохожих пугает смотри какой летучий мишка коронавирус разносит никто его не ест да вон keep quiet не буди малышей а подожди они что на деревьях вверх ногами висят они живут вон там в скалах в дырочках же спят во время зимы они deep sleep deep sleep super nation и поскольку еды нет этот слив позволяет им выживать не ори иначе ты их разбудишь как бы они проснуты среди зимы есть нечего боже мой но они где-то там в норках вон видишь все скалы тише вот мы по пути назад мы вот здесь шли да вон туда наверх а теперь все луп закончился теперь одна дорога назад и кстати вот подошли к дьявольской столовой сейчас глянем вот такой я себе хотел гладиатор вот чтобы мне дали а мне предложили или тойоту или форд ну не это какой маленький форд побольше будет а марусь наш форд посолиднее кажется побольше чем вот этот вот вот такой это гладиатор вот он видишь рубикон гладиатор ну да походу это и есть столовая вот гладкие камни вода как по ним стекает ну да это она столовая вот они все возвращаются а вот этого я чувака снимал который за рулем был на этом джипе а не тут там на крыше была палатка так вот мой форд перебывайся нам сейчас сядем в машину когда поедем я скажу сколько ехать сейчас вроде около часа до отеля ни хрена себе я сейчас ехать нам 35 минут 42 километра сейчас в горочку немножко и она надо было чуть газку дать я как дал она как шлифанула вон сзади чувак на рубиконе подальше от меня держаться начал мало ли ему там осколки в глаз полетят в лобовое вот сейчас вот здесь вот яма бум бум ой я кайфую кайфуем сегодня мы с фордом кайфуем ну че все 34 минут 42 километра как я уже говорил до итальянского нет до нашего места где мы живем оттуда до итальянского 5 минут мы сначала домой заедем чекенимся вещи занесем я помоюсь потом пойдем кушать я вижу носом машин собачка в этом другой привет так ну что прибыли вот здесь мы живем вон где макдональд старбакс панда экспресс сабвей денис фастфуд кругом фастфуд посмотрим на этот луна до огонь просто я не видел ни одного названия города где он как он называется Комферде Комферде ты-ты-ты ты-ты-ты я вернул Коперканьон а где здесь чекин ой дети игровая комната это бассейн вид там толпа детей играет в бассейне вот здесь чекинится туда иди я пока припаркуюсь вот оно че тут и спа и бассейн и все это до 10 вечера так что мы еще сегодня в любом случае успеем Маруся говорит это прошлый мы за две ночи 100 долларов заплатили за этот мы за две ночи 250 заплатили то есть он в полтора раза в два с половиной раза больше стоит чем прошлый сейчас посмотрим как он изнутри выглядит о солидно вкус как в Вегасе прям будто я никуда не уезжал да какой номер что 20 вот 110 да самая последняя комната о боже мой сейчас посмотрим на комнатку сейчас я мыться переодеваться и у нас через час ресторанте холодно ну блин ну как в Вегасе даже планировка такая же кровать чуть меньше ну круто не ну это однозначно лучше и больше места чем который у нас сейчас был после 30 километров сегодня смотрите я отвалялся в душе помылся лежу просто без задних ног она тут стоит занимается фитнесом своим боже мой вот человек ненасытный спортом отвечаю вон она уже побежала наклоняться надо ох вчера мы 27 километров нагуляли сегодня 30 но вчера было 150 с чем-то этажей 154 по-моему сегодня всего лишь 124 мы за путешествие 100 километров нагуляем я хочу 100 километров хайков там лестница второй этаж бегает я хочу реально 100 километров за весят за всю эту поездку мы в прошлый раз делали в Кларадо сотню сделали мы делали 80 с чем-то минут так что я писала кэмин только миллион сделала мы сделаем за эту поездку 100 километров хайка так как я после душа чисто о чесночок и картошечку жареную так как я после душа так что с чистым телом с чистой душой с чистой совестью в грязном свитере в грязных штанах едем в итальянские ресторанте потом вернемся еще и в бассейн пойдем пофиг то что шорты купальные я не брал на рецепшены никого что там бассейн и это весь спа там кто купается кто а кто купается а там мужик с девчонкой только и все что тут про ковид написано вот что-то а ну на вашей на наш рейс там дети просто купаются потом посмотрим может сауна где-нибудь есть банька какая-нибудь что-то джакузи брррр ой ветерок какой холодный но минусовую температуру не обещают говорят типа ночью будет плюс два всего лишь а вот и даунтаун этого городка кемпверди называется зеленый лагерь вот так этот город называется лагерь в смысле не пиво а как лагерь рудольф один рудольф смотри у одного красненький носичек вот у оленчика вот он так и где вот здесь слева джузеппе сизый нос ресторан так называется нет я не знаю где то а вот моската ресторанте итальяно а место есть о да у них там все красиво perfect timing да у нас на 7 мы без одной минуты подъехали прям здесь встать о там прям ни фига себе ты вела как они все одеты кушать вполне приемлемые цены 15 долларов за салат 22 доллара за пасту вот с креветочками сейчас маруся венца я пивасика короче замечательно мне здесь нравится вот на зале посадили мы тут одни можно сказать какие у нас соседи есть и все карта вин кстати огонь итальянский испанский и американский вина при том даже наши калифорнийские есть напа и санома тоже прикольно а вот с пивом беда из итальянского только перони ну раз итальянская паста значит будет итальянский перони мы пришли сюда в 7 как и заказывали время 7.55 пиво и вино до сих пор ждем ждем мою пасту с креветками и марусин кусок свинины что они там со свининой там короче свинина 48 часовой выдержки и потом будет жариться я надеюсь они 48 часов уже до нас выдержали жесть 55 минут ждем видимо на славу делают там чтоб вкусно было мы зашли в 7 заказали в 7.10 ну боже мой и машина мясо все равно не готова кребаная свинина вот так они становятся вегетарианцами это что целая ляжка поросенка мы из этой ляжки целый час ждали ты понимаешь боже мой а ты съешь это? я обязана и все съесть обязана прям вот здесь возьми за вот это и вот так вот грызи это реально просто кусочек ножки нет вот это все остальное мясо это кусочек ножки свинины это это не тюрки? нет это все нет офигеть приятного да дай сто дай сто завтра мы обнимем здесь да 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 86 баксов охренеть мы покушали сотню дали ну пофиг да нет распишись там все поехали завтра в Денисе обедаем и ужинаем завтракаем да я открою боже мой валим отсюда нищеброды нищеброды главное час ждали за 10 минут все срубали они на нас как на проглотов посмотрели Маша сказала что со мной свиньей она больше никогда в ресторан не пойдет я и пьянь мало того что я свинья я еще и пьянина сказала вину допил там глоток оставался это кьяньте да но у нас же видят что ты там дожираешь и допиваешь боже мой да ключ у меня поехали в магазин не вкусно было ну блин ну час ждать это же вообще как-то перебор я считаю я делала такое мясо сиро а? а что это такая говядина такая была синина 48 часов надо было она очень мягкая она просто тает во рту я знаю я ела такое еще пасты и здесь тоже ну как бы на ланч в столовой если кроме шуток я с Маруси вообще в шоке просто ляжку поросенка целую рюльку заточила я охренел она же вообще свинину не ест все только курочку там ягненочка свинью поросенок кстати там еще двое чуваков сидели парень ну мужик с женщиной и они тоже заказали каждому по такой ляжке так вот я что подумал после чего Маша сказал что я свинья где поросенок на одной ноге там выпрыгивал они просто взяли бедного поросенка на костыли посадили о боже мой я буду молчать на камеру я буду молчать на камеру да чтоб меня видно было как я молчу оставь ты что хочешь сказать что я в темноте молчал так магазин за пивом травм х-х-х-х-х-х-х-х- ложка упала вилка упала хрюкнул пену изо рта опустил начал ржать набитым ртом не подавился боже мой ну подумаешь бедно же надопил ну почему того что там каплика надо было дать прям центр в центр убежать сколько нам было 86 ну нормально 15 баксов нормально это прям очень хорошо но нам понравилось целый час что вообще бесспорно открыт это уже хорошо а вот здесь вот сыр вон там пиво отлично это как сейф да у нас зачем тебе тележка на ночь глядя зачем а можно я на ней поеду я нашла тележку а потом сразу заднюю включила тебе же арбузы я я пошел мне где-то вот здесь мой отдел нет не надо да надо на раннее утро однозначно один такой нет маленький какой-то побольше потом найду так мне в какой отдел надо вообще вот такой большой вот это мое то какие неплохие дыни не указывает что вон она а мы же две ночи в этом отеле живем так что я могу сразу все секс как взять что есть грудь пацифика варштайнер да ладно но это много это много это много мне так много не надо о то секс отлично супер супер один из лучших мексиканских девасиков все я купился чем надо с днем благодарения меня но все домой три минуты два километра хренеть время 8 40 какой нафиг в бассейн купаться целый час надо было реально заказать 6 а всем приехать позвонить просто готовьте не если никого в бассейн сейчас домой марусь арбуз себе нарежет я пивасик открою будем сериал две серии посмотрим перед завтрашним днем завтра мы решили подольше поспать всем проснемся нефть не в шкаф 650 сегодня 5 хорошо завтра очень сложных я завтра о нем расскажу а на этой нотке тогда ребятушки я целую вас в пузо лайки ставьте подписывайтесь на коментите и увидимся в следующем выпуске в следующем выпуске